Всем привет! Сегодня в выпуске у нас интересная тема для тех, кто любит космос. Факты, говорящие в пользу существования инопланетян. Каждый из нас состоит из атомов, которые когда-то были частью взрывающейся звезды, а включая атомарный углерод, азот и кислород – фундаментальные ингредиенты жизни. За миллиарды лет эти ингредиенты уплотнились, образуя газовые облака, новые звезды, планеты, что говорит о том, что все это, а значит и потенциальная жизнь, существует за пределами Земли, разбросанная по всей Вселенной. Если вы ожидали найти в этом выпуске сомнительные фотографии очевидцев, безумные теории и бредни сумасшедших, не расстраивайтесь. У нас есть более веские факты в пользу существования внеземной жизни. Итак, 12 фактов, говорящих в пользу существования инопланетян. Вот что нам известно. В начале этого года группа ученых высказала оценку, что 4,5 миллиарда лет назад минимум одна пятая Марса была покрыта океаном глубиной более 100 метров. Любые признаки жизни, которая плавала в этих водах, могут быть обнаружены в марсианской почве. А недавнее подтверждение существования на Марсе потоков жидкой воды позволяет делать более смелые предположения. Возможно, жизнь еще гнездится на Красной планете. Одной воды, правда, недостаточно. Необходимо время. В прошлом августе появилось исследование, авторы которого пришли к выводу, что вода на Марсе была аж на 200 миллионов лет дольше, чем полагали раньше. Кроме того, жизнь на Земле была в то же время, что и последние озера на Марсе. Астероиды и кометы – ключ к образованию жизни на Земле, полагают ученые. В частности, столкновения комет, как следует из работы, опубликованной в прошлом августе, вероятно, привели к объединению аминокислот и формированию строительных кирпичиков жизни. Исходя из того, что мы знаем о формировании Солнечной системы, другие кометы в других планетарных системах продолжают, возможно, творить свои плодотворные дела. Крошечная луна Юпитера, Европа, усеяна шрамами с коричневыми прожилками, которые, как полагают, могут указывать на места, в которых теплая грязная жидкая вода из мансии спутника просачивается через его кору. Европа может иметь больше воды, чем Земля, поэтому Америка и Европа вкладывают сотни миллионов долларов в проекты будущих миссий, направленных на поиск воды под поверхностью Европы. Помимо Европы есть спутник Сатурна Энцелад, и ученые подтвердили в этом месяце, что он прячет гигантский мировой океан под своей ледяной коркой. Подобно Европе, океан Энцелада – идеальное место, где могла бы жить жизнь помимо Земли. Поиск возможных свидетельств существования жизни на Энцеладе продолжается. Спутник имеет мощные гидротермальные источники, вроде тех, которые могли запустить образование жизни на Земле, которые лежат на океаническом дне. В дополнение к Европе и Энцеладу, подземными океанами могут обладать по меньшей мере 10 объектов в нашей Солнечной системе, подозревают планетологи. Проблема обнаружения жизни на этих телах в том, что достичь водной мантии, пролегающей на глубине сотен километров, довольно сложно. Кроме Земли, крупнейшая луна Сатурна Титан является единственным телом в Солнечной системе с озерами на поверхности. Эти озера не могли позволить развиваться земной жизни, поскольку состоят из жидкого метана, а не воды. Однако в начале этого года группа корнельских ученых показала, что на Титане может существовать клеточная жизнь на основе метана. Вполне возможно, что жизнь могла образоваться и процветать только на планетах земного типа. Из этого следует, что у нас есть шансы обнаружить жизнь только за пределами нашей Солнечной системы. В прошлом июле ученые обнаружили планету земного типа в 1400 световых годах от нас. Ее размер, орбита, светила и возраст приводят к возможности развития жизни на ее поверхности, поскольку присутствуют все необходимые для жизни ингредиенты и условия. Многие задаются вопросом, если где-то там существуют разумные цивилизации, почему мы ничего от них не услышали? Возможно, наша собственная галактика Млечный Путь далеко не самая гостеприимная галактика для жизни, согласно научному сообщению, опубликованному в прошлом месяце. Исследование показало, что другие галактики во Вселенной могут иметь в 10 тысяч раз больше пригодных для обитания планет, чем Млечный Путь. Мы все состоим из тяжелых атомов, созданных в результате взрывов сверхмассивных звезд. Это не только связывает нас со Вселенной, но и подчеркивает возможность существования чужой жизни. Эти ингредиенты стали частью газового облака, которое уплотнилось, коллапсировало и образовало следующее поколение Солнечных систем – звезд с планетами на орбите. И эти планеты тоже имеют стартовый набор юного создателя жизни. На этом все. Ставьте лайк, комментируйте, а также не забывайте подписываться. Всем до встречи!